Новосибирск Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну и, собственно говоря, завод, который производят истребители, которые в данный момент в Сирии на задании. Поэтому с точки зрения оборонной промышленности город силен. Как живут русские аналитики в командировках. Вот тут неплохой вид из окна на вокзал. Самый центр города, я считаю. Да, Андрей? Правильно. Так вот, кровать. Немаленькая, я бы сказал. Четыре розетки. Для того, чтобы это... Декоративные. Так же, как стенный кирпич. Крашенный просто. Тарковский. Тарковский. Солярис. Это же номер до высокоэнсектуалов. Солярис. И пойдем в места посмотрим общего пользования. Так, посмотрим. Табличка пошлая. Облегчиться. Облегчиться. Ошибись. Так, и что у нас положили в корзиночку четырехзвездочного отеля? Стандартный набор. И осталось... Это на месте. Не унесли. Осталось проверить тапочки. 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 Тапочки зашибись. Таревич серый. Доброе утро. Время около... Время 15 минут 11. Готовимся к семинару в Новосибирск. Один в центральных отелях Новосибирска. Зал пока еще пустой, но надеемся, что народу будет чуть-чуть побольше. Хотя бы человек 100-200. Сегодня планируем осветить такие темы, как индивидуальные инвестиционные счета, валютные, товарный контракт срочного рынка. Думаю, будет интересно. Столы, наверное, надо сюда поставить, чтобы как регистрировать клиента. Поэтому сейчас немножко переделаемся. Вот. И будет все хорошо. Чего ты радуешься? Иди, сфотографируй. Новосибирскую змею. Я даже не знаю, что это за змея. В РСССР. Угару, Валентин, 10. Помещаю. И, собственно говоря, предлагаю начать уже у нас семинар. И, собственно говоря, первый, кто выступит, будет Никита Каташов. Аплодируем. Всем добрый день. Сегодня первый раз вообще приехал в Новосибирск. Приятное впечатление произвел город. Думал, здесь будет гораздо холоднее. Здесь довольно тепло. Вы смотрите, опять же, какую-нибудь аналитику, которая говорит, что, в принципе, мы ожидаем роста. И, допустим, вам этот прогноз близок. Вы послушали его доводы. И вы тоже так считаете. Вы хотите на этом заработать. Как это сделать? Очень просто. Вы покупаете фьючерсный контракт. И в зависимости от движения цены нефти, каждый день вам прибавляются какие-то средства на ваш счет. Так называемая вариационная маржа. Не буду особо пугать терминологии здесь. Но каждый день, с учетом движения рынка, ваш счет также изменяется. То есть, если вы вставляете, что называется, в правильную позицию, как говорят трейдеры, то каждый день вы получаете какие-то средства. Если рынок идет против вас, то, наоборот, каждый день они списываются. То есть, это довольно мобильная вещь. Здесь не надо ждать год или два. Это каждодневная история. И постоянно, когда идут торги, они идут с 10 утра до 23.59 по московскому времени, по крайней мере, на московской бирже, постоянно изменяется цена актива и, соответственно, ваш счет. Это вкратце. Сейчас придется пересесть на черный конь по золоту. Почему? Потому что очень большое количество контрактов, очень большая рекомендация количества покупать золота. И очень сильно перегрузили золото. Вот это буквально за последние два месяца. Очень сильно золото. На фоне страхов, что экономика Китая обрушится. И в такой ситуации, когда все пересели, вкачали в одну сторону, невозможно расти. Поэтому этих людей будут вытряхивать. И в лучшем случае золото будет стоять на месте. В худшем случае контракта золота. Ничего, что я это говорю, да что золото может не расти. Вот биржи. В любом случае зарабатывает. Вот, биржи зарабатывает на нас. На нас биржи зарабатывает. Я, наверное, хотел, точнее хотел, я не хотел, попросили поделиться своим опытом. Хотел немного рассказать про то, как я пришел к тому, что начал инвестировать. Отчасти начал и зарабатывать, и отчасти начал и терять немножко. Опыт свой, или изучение рынка у меня началось, наверное, с 2007 года. Слава Богу, в 2008 я не вошел в рынок. Когда все случилось, я понял, что это скорее был пинок под зад. Не просто задуматься, а начать действовать. К сожалению, первую волну начала февраля я пропустил. Я пришел, наверное, в конце марта-апреля и, в принципе, испытал позитив в конце года, 9-го. Ну, потому что было все достаточно хорошо. Мое знакомство с рынком произошло не через брокера, а через пифы одного известного крупного банка. И как-то вот рос, изучал немножко, знакомился. Все-таки, наверное, Андрей не прислушивался к вам, к вашим советам. Не слушал себя изнутри, не смотрел на какие-то ориентиры, горизонты. А слушал тех аналитиков, которые выступали, и Димуру в том числе, слышал. Но к Димуре не прислушивался точно. Я это вырежу, ты понимаешь? Хорошо, ладно, договорились. Честно скажу, на старте мне, как мне казалось, мне аналитики помогали. Потому что мне действительно не хватало знаний. То, что нужно учиться, точно да. Я учился, наверное, к сожалению, для себя только через интернет-ресурсы. То есть ваши коллеги на РБК, Финам, можно тоже вырезать, дают эту возможность. Там можно было посмотреть определенные вебинары, можно было почитать какую-то аналитику. Используя эти данные, но, фактически, я работал в рынке, опять же, выбирал какие-то фонды в ПИФах. Наступил момент, когда я понял, что, наверное, ПИФы – это не предел мечтания. Наверное, надо было пробовать и как-то начинать действовать, действовать самому. И вот там как раз я попал в категорию инвесторов, про которую говорил Андрей, которые приходят и все знают сами. Ну и вот был один интересный счет, достаточно большой, который устремился оперативно к нулю. После этого я понял, что все, наверное, Форекс – это не та история. Честно скажу, что я, наверное, Форекс бы и валюты, ну, скорее бы, особенно с ключами, я бы точно никому не рекомендовал. Скорее, это участь специалистов, тех, которые прям занимаются и обладают достаточно большими знаниями. Так как, в общем-то, это не основная моя деятельность, а это, скорее, увлечение и дополнительный доход, если говорить про меня как частное лицо. Вот. Я, как бы, остановился с Форексом, стал все точком. Я иду в одну из компаний, пришел к Андрею, он, правда, был не в этой компании, сказал, что Андрей, хочу много заработать, мне нужна помощь. И вот так мы начали в другой компании потихоньку работать с акциями, с имитентами, которые есть на московской бирже. Опять же, с помощью информации, которая есть у аналитиков, которую мне давал Андрей, с помощью подписки, определенных комментариев, которые есть и приходят на почту, работал за исключительно, наверное, с голубыми фишками. Сейчас, в данный момент, я могу сказать, что, наверное, были и успехи, и неуспехи, и неудачи. Могу сказать, что, к сожалению, у меня тысячи процентов годовых точно нет. А сколько есть? У меня есть чуть меньше 50%. Ну, считаю, что это... А ты плюсен за эти 7 лет-то? За эти 7 лет точно в плюсе. Я по прошлому году, по 15-му говорю, что по прошлому 15-му году там чуть меньше 50%. Если говорить про 11-е, 12-е, 13-е, вот когда, в общем-то, наверное, МВБ стоял и скорее падал, а не рост, я, честно, я переложился там, и я, в принципе, был, наверное, года два вообще не в рынке. Ну, потому что я все-таки не спекуляр, который ориентирован, ну, играет и получает прибыль на росте и на падении, и скорее, наверное, такой любитель, да, и все-таки делал, делал, делаю, скорее, наверное, длинные инвестиции, да, то есть это не там торговля в течение на три дня, да, это скорее там... Ну, последнее время вообще встал в покупку и ставил, то есть как бы не пытаясь поймать ни верхи, ни низы, а вот ожидаю, что с определенным горизонтом реализую определенные свои цели, но сейчас, скорее, среднесрочные. Был, кстати, вопрос у меня, да, я, вообщем-то, наверное, ответ я услышал, что 1900 в текущей истории – это скорее потолок, есть идея, правильно я понял, Андрей? Идея, у меня идей много. Хорошо, мы обсудим это позже. Ну, в общем, какое-то время отсутствовало, наверное, после последних событий, которые случились с диверсией рубля в конце 13-го года, правильно, нет, в конце 14-го года все случилось, активно зашел в рынок, наверное, с начала 15-го года, вот те сбережения, которые есть, накопленные, они сейчас все фонды оборонят. Я правильно понимаю, что ты принимаешь по интуичке, да, по интуичке? Я, скорее, все-таки ориентируюсь, слушаю аналитиков, читаю информацию, я, наверное, не специалист в теханализе, и фундаментальные данные мне тоже достаточно сложно оценить, ну, скорее, да. Давай с тобой фотографируемся на память. Вот этот человек, который слушал аналитики, он будет жить долго на рынке. Спасибо огромное. Ну, мне бы, конечно, было бы приятно, там, услышать от вас какие-то определенные советы, которые бы потом помогли слушать конкретно кого, но я думаю, что, наверное, нет в родном очистке пророка, да, который точно бы сказал ни Гемуру, ни кто-либо другой, скорее, наверное, все-таки это свои собственные знания, интуиция. Я тебе расскажу, как по жизни, у нас жизнь такая, хороший аналитик, все хорошо, все хорошо, любящая жена, потом жена уходит к другому, у нее портится настроение, тильты, и все, и все, и все. Ну, я понял. Тогда желаю, рекомендую каждому из вас быть хорошим аналитиком для самого себя. Все, спасибо. Никогда не думал, что такое произносить, но приз получает номер 120-377. Добрый день, пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Светлана. Светлана, как вы пришли на этот путь сложного инвестирования? Ну, вообще, на самом деле, меня подтолкнул к этому муж, он сказал, займись инвестированием, займись инвестированием. В итоге я набрала в гугле, что такое инвестирование, и пошла потихоньку дальше, вот по терминологии изначально, и пришла к тому, что это очень интересная тема непосредственно личных торгов на бирже. А когда это было, в каком году? Это было совсем недавно. Я открыла свой первый счет 25 января 2014 года. Понятно. И какие успехи с тех пор? Ну, я, получается, сейчас у меня два брокерских счета, в том числе в компании Церих. И у меня есть стабильный, такой, я вышла на стабильный доход 10-12% в месяц. Ну, я работаю сейчас пока с маленькими деньгами, я прекрасно понимаю, что те проценты, которые я сейчас получаю, да, это, ну, то есть я не готова рисковать большими серьезными деньгами. Я сейчас в стадии обучения, так сказать, потому что те проценты, которые я получаю сейчас, я понимаю, что я не смогу получить их с больших денег. Раскройте Грааль, тоже хочу получать 10% в месяц. Как вы принимаете торговые решения? Это муж подсказывает? Нет, 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 муж вообще сейчас он понимает, что хотя он достаточно образованный человек и работает руководителем, он в чем-то уже с большими глазами на меня смотрит и говорит, я от тебя уже отстал далеко. Нет, я принимаю решения, то есть теханализ, фундаментальный анализ, ну, все в совокупности, да, и решения принимаю, ну, да, бывает, вообще я дейтрейдингом занимаюсь, иногда это бывает 25 сделок в день, иногда это бывает 3-4-5 сделки в день, иногда одна. Ну, и по разным счетам я постараюсь практиковать среднесрочные позиции по одному счету и дейтрейдинг по другому счету, вот, но решения я принимаю, все-таки, исходя из сигналов рынка, у меня есть такая небольшая связь стратегии, если я им четко следую, я однозначно редко ухожу, вот так. Спасибо большое. Спасибо. Как тебе сегодняшний семинар? Продуктивно, интересно, много вопросов, устал. На самом деле, очень интересная публика, очень действительно интересные вопросы, много чего осветили, и я считаю, надо чаще такие вещи делать, и многим людям надо сюда приходить. Мне кажется, многие сегодня, наверное, много для себя нового, сколько тавтологий. Ну, очень много было вопросов по ЭС, я смотрю, эта тема, она очень популярна сейчас. Более чем, более чем, потому что в нестабильной ситуации, когда есть 13% по дефолту, что выше, чем банк, можно понять этих людей. Конечно, можно, поэтому это как отправная точка ЭС, это то, благодаря чему люди приходят на рынок, а остаются они уже за другими, более интересными инструментами. Поэтому я считаю, что это позитивно. Что нам понравилось? Ну, конечно, больше всего понравились люди, потому что город и Сибирь, это прежде всего люди, а не дома, что-то другое. Люди здесь более душевные, скажем честно, чем в Москве. Мы находимся в Ленинском районе города Новосибирска, сегодня 13 марта 2016 года, территориально на улице Тролейной, рядом с Ленинским рынком. Сейчас наша цель купить грибы, грузди и орехи. Потом посетить, может быть, Блошиный рынок, на котором можно найти, хоть и это рабочий район, но все равно уникальные вещи. Спасибо. Кто куда? Давайте куплю. В Москву. В Москву. В Москву. Да. В Москву. В Москву, да. После удачного посещения рынка, у нас остался час времени, предлагая ребятам сходить на Блошиный рынок. Пошли. Ну, я не знаю, нужно. Пошли. Пошли. Лёгенький такой хороший. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова